Всем известно, что 2020 год прошел под знаком бесконечных переносов. И для тех, кому интересны детективные проекты, вот несколько хороших сериалов, которые могли остаться незамеченными. Расследование Фильм представляет собой скандинавский нуар по реальным событиям, где датская полиция распутывает загадочные убийства шведской журналистки. События происходят в августе 2017 года, когда журналистка Ким Валь бесследно исчезла в Копенгагене. Последним человеком, с которым она встречалась для интервью, стал известный изобретатель Питер Матсон. Он согласился встретиться с женщиной и больше ее никто не видел. Теперь за дело берется глава отдела убийств копенгагенской полиции Йенс Меллер. Он подключает к расследованию офицеров, дайверов, ученых и волонтеров, но несмотря на все их усилия, в деле остается слишком много темных пробелов. Свидетелей нет, а потенциальный убийца постоянно меняет свои показания. Сам фильм довольно молчалив, о диалоге все по делу и без лишних эмоций. Рассчитывать на динамику также не стоит, так как перед зрителем раскрывается неторопливая история. Убийство в Пембрукшире Британский детективный мини-сериал основан и на реальных событиях, и создан по мотивам книги в поисках меткого убийцы от журналиста Джонатана Хилла. Повествование идет о жестоких преступлениях, произошедших в 80-х годах 20 века, которые так и не были раскрыты. В 2006 году детектив местной полиции Стив Уилкин заново открывает дела, проводит тесты ДНК, анализирует фотороботы художников и показания свидетелей. Да и вообще фильм целиком посвящен именно деталям расследования, с передовыми разработками определения генетического материала и современным научным подходом. Все три эпизода это противостояние следователя и предполагаемого серийного убийцы, допросы, предположения и психологическое воздействие. Основная сюжетная линия это раскрытие старого преступления. И оно отлично структурировано и выстроено без лишней драмы. Мини-формат позволяет посмотреть сериал практически за один вечер, сохраняя интригу с первой до последней серии. Отыграть назад Этот драматический мини-сериал основан на романе американской писательницы Джин Хан в Корелец ты должна была знать. Главная героиня в исполнении Николь Кидман успешный нью-йоркский психотерапевт, написавшая свою первую книгу о семейном счастье. Казалось, у нее есть все, о чем можно мечтать, но неожиданная идиллия женщины рушится за несколько недель до выхода книги. Происходит жестокое убийство, ее супруг пропадает. Кроме того, всплывает ужасная правда о муже, который оказался совсем другим человеком. Теперь героиня пытается справиться с публичным осуждением, переосмыслить свою работу, понимая, что никогда не следовало советам из собственной книги, и начинает выстраивать новую жизнь для своей семьи. Нельзя сказать, что отыграть назад эта история, где за внешним счастьем скрывается боль и даже криминал. Сериал скорее поднимает общечеловеческий вопрос. А достаточно ли ты хорошо знаешь родного человека, чтобы безоговорочно ему верить? Люпен. Сериал рассказывает о приключениях профессионального вора и машинника Сана Диопа, вдохновленный историями о благородном разбойнике Арсены Люпены, созданный в начале прошлого века французским писателям Марисом Левланом. Действия перенесли в наше время, а на главную роль пригласили талантливого французского актера Амара Си. По сюжету герой не просто искусно грабит богатых, но и пытается восстановить честное имя уже умершего отца, когда-то давно обвиненного в преступлении, которого он не совершал. Каждый эпизод будет посвящен отдельному делу, связывающий всю историю воедино. И каждый раз в финале нам покажут, как Люпен ловко всех перехитрил. И даже искушенный детективами зритель наверняка удивится изобретательности авторов. Пока что данная работа интригует, главное, чтобы Мариса Левлана в нем было больше, чем семейной драмы. Бледный конь Британский драматический детективный сериал Леоноры Лонсдейл, основанный на одноименном романе английской писательницы Агаты Кристи. И как предыдущая работа автора, Бледный конь имел феноменальный успех. По сюжету историк Марк Истербург случайно попадает в центр серии загадочных убийств, когда в туфле одной из жертв его имя оказывается в списке. Вскоре он обнаруживает, что остальные мужчины из этого списка погибли. Решив не ждать собственной смерти, Марк начинает свое расследование. И оно приводит его к трем ведьмам, проживающим в Вилле под названием Бледный конь. Местные жители поначалу не принимают его сыскные способности всерьез, но со временем придется с ними считаться. Авторы сериала так виртуозно поработали с романом, что развитие сюжета и финал покажутся интригующим даже тем, кто хорошо знаком с книгой. Беспорядок после тебя Испанский сериал, где молодая преподавательница литературы Ракель дает своему браку второй шанс и переезжает в родной город мужа. Она находит вакансию в местной школе и приступает к работе. Но ей достается такой класс, где учителя просто не уважают. Вскоре она узнает, что ее предшественница покончила с собой. Героиня начинает собственное расследование, вскрывающее секреты тихого городка. А ученики намекают, что она может погибнуть следующий. Становится понятно, что маленький городок полон страшных тайн, а жители не такие дружелюбные, как казались изначально. Сериал основан на одноименном романе Карла Самантера, где он также стал шоураннером этого проекта. Стоит отметить, что вначале нас ждет неспешное повествование. Однако затем кино приобретает определенную динамику. И как свойственно испанскому кинематографу, история обеспечит зрителя неожиданной развязкой. Братья Харди Канадский детективный драматический сериал основан на книжной серии «Братьев Харди». По сюжету братья Фрэнк и Джо Харди переезжают на летние каникулы в тихий захолустный городок. Их отец-детектив проводит тайное расследование, связанное с недавней трагедией. А его сыновья вместе с новыми друзьями распутывают собственное параллельное дело. Шаг за шагом братья пробираются к истине и вскоре обнаруживают нечто, что могут остановить только они. Это уже четвертая по счету экранизация серии подростковых детективов, издающихся с 1927 года. Истории братья впервые появились в США и стали настоящим литературным событием 20 века. Захватывающий сюжет, где переплетаются расследования и загадки, раскрытия преступления, опасности, риск. И несмотря на ярко акцентированную молодежную аудиторию, сериал будет интересен и более возрастной категории зрителей. Все еще мертвы События происходят в Англии конца 19 века, где посмертная фотография становится новым трендом. Главный герой – редкий и талантливый фотограф, делающий снимки людей после их смерти. Он очень популярен и прежде чем похоронить своих близких, люди просят его запечатлеть их на память. Но параллельно этому начинает происходить серия жестоких убийств. И в какой-то момент полиция Дублина начинает подозревать, что именно герой убил всех тех, кого позже запечатлил. В попытке спасти свою репутацию фотограф затевает собственное расследование. Мужчина должен доказать свою непричастность к этим преступлениям, чтобы спасти себя от смертной казни. Несмотря на мрачность данной работы в сериале много комедийных моментов. При этом детективная составляющая, да и весь сюжет в целом прописаны и показаны зрителю весьма заманчиво. Парижская полиция, 1900 Нуарный французский ретро-триллер, где действие происходит в прекрасную эпоху. Париж, 1899 год. Французское правительство находится в кризисе, а в науке, обществе и политике происходят большие изменения. В стране зреют антисемистские настроения, возмущенные шпионским делом Дрейфуса. Однако на фоне социальных потрясений в реке находят ящик с тела мертвой девушки. Парижская полиция начинает расследовать это преступление, оказавшееся намного сложнее, чем показалось на первый взгляд. За расследование берется молодой амбициозный инспектор Антуан Жуэн. Он подходит к делу с большой решительностью и вскоре неожиданно раскрывает это страшное преступление. Сериал впечатляет аутентичным погружением в прошлое и подводит нас к детективной линии, где за обычным убийством находятся тайны государственного масштаба. Это были лучшие детективные сериалы и если вам понравилось это видео, тогда не забывайте ставить лайк и подписываться на канал и нажимать на колокольчик. И всем удачи!